Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». В студии работает Султан Жаламанов. Аким Семей и Бак Джамба Яхметов провели работы по асфальтированию дорожного покрытия дорог Семей Талица. На сегодняшний день работы находятся на стадии завершения. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Долгожданный ремонт, которого это направление не видело много лет, уже завершается. Протяженность составляет 32 километра. Поскольку на этом участке очень давно не было ремонтных работ, подрядчики столкнулись с некоторыми затруднениями по части строительства. Талая вода годами прорывала основу асфальта, что не позволяло качественно отремонтировать дорогу. Поэтому приходилось раскапывать и укреплять основу. И уже только потом класть асфальт. Но подрядчики уже наладили все эти вопросы. И теперь до Талицы уложим 5-сантиметровый асфальт с шириной в 6 метров. Проехавшись по новопроложенной дороге до самой Талицы, Аким встретился с местными жителями. Сельчане встретили Бахчана Баяхметова и поблагодарили его за проделанную работу. Я хочу сказать огромное спасибо нашему Акиму. Так как действительно большая проблема это была у нас дорога. В этом году он нам сказал, что дорога сделана. Действительно он выполнил свои обещания. Мы очень рады. Теперь мы до города даем. У нас нет проблем ни с транспортом, ни с автобусом. Как раньше это у нас было. Скорая к нам приезжает очень быстро. И мы действительно рады. И что мы детей теперь можем даже в кружки куда-то возить в город. Вот в летнее время. Туда и обратно там полчаса у нас занимает. Просто хочу сказать огромное спасибо. Надеюсь, что и дальше так у нас будет деревни расцветать. Дорогу, вот вы как видели, она доделывает сейчас уже. Ну, уже до этого было ездить вообще невозможно. А потом я слышала про детскую площадку. Да, нам обещали в этом году также поставить детскую площадку. Вчера мне сказали, что уже тендер как бы прошел. И скоро уже начнут его ставить, устанавливать детскую площадку. Также Бакджамбай Ахметов отметил, что в ближайшие несколько лет в селе появится водопровод. В следующем году хорошая и стабильная мобильная связь. Кроме того, рассматривается вопрос установки спортивной площадки в селе Талица. Султан Жаламанов, Сункар Толмхан, информационная программа Шарейна, ТВК-6. Болезнь – одна из самых опасных бед в истории человечества. Тем не менее, люди стараются не допустить летального исхода и свести этот коэффициент к минимуму. Медицинская наука не только ищет лекарства от всех болезней, но и прокладывает путь безболезненного мира. Об этом свидетельствует и работа квалифицированных специалистов детской инфекционной больницы. Сегодня медицинские учреждения города Семей оказывают населению качественные медицинские услуги, которые с каждым годом все больше и больше пополняются квалифицированными врачами и специалистами. Одна из них – Семейская городская инфекционная больница. Это учреждение с богатым опытом работает с населением, начиная с 1940 года. Каждое третье воскресенье июня в стране отмечается День медицинского работника. В этот знаменательный день чествуют людей в белых халатах, которые всегда готовы протянуть руку помощи в момент нужды. Уважаемые медицинские работники нашего города, поздравляю вас с наступающим нашим профессиональным праздником. Как традиционно, всем вам, конечно, желаю уже здоровья, чтобы наши пациенты всегда были благодарны, всегда выздоравливали, мирного неба нам над головой, в ваших семьях, чтобы всегда был достаток, родители, дети ваши, пусть всегда радуют, чтобы вам каждый год, празднуя этот праздник, мы желаем здоровья, и чтобы силы нам хватило на долгие-долгие годы. Я знаю, что пациенты нашего города любят, нашу медицинскую общественность уважают, поэтому еще раз всем вам всяческих благ. Врачи стараются общаться с пациентами простым, понятным языком. Они стараются мягко объяснить пациенту, как проходит лечение, что происходит, если заболевание осложняется. Сегодня сотрудники учреждения работают на высоком уровне, и народ безмерно благодарен своим спасителям. Больница отличная. Мы лежим здесь, к сожалению, не первый раз, потому что ребеночек болен в прошлом году. И я могу сказать с уверенностью, что это отличный медперсонал, начиная от врача, собственно, который занимается здоровьем ребенка, заканчивая медсестрами, санитарами. Они всегда очень внимательно относятся к детям, с добром. Всегда интересуются здоровьем, по несколько раз в день заходят в палату, спрашивают температуру, как себя чувствуют, уколчики делают аккуратно. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что отличная больница. И всегда у нас после всех болезней идет быстрое восстановление. Врачи – одни из самых почитаемых людей в обществе. Их работа не только лечения людей, они дарят надежду и привносят в их жизни свет. Поэтому радует, что сейчас увеличивается количество квалифицированных специалистов. Сегодня в семье вернулись победители второго республиканского конкурса среди молодых музыкантов «Триллёнген Туркестан», прочавших в городе Туркестане. Ансамбль «Дамбристов Жгер», состоящий из девяти ребят, стали первыми в жанре игра на инструменте. Подробнее смотрите далее. Второй республиканский конкурс «Триллёнген Туркестан» проходил по разным дисциплинам, такими как показ моды, игра на инструментах и ряд других жанров, посвященных развитию и распространению традиций и национального колорита. Руководитель детского коллектива «Дамбристов» Камар Касымбекова отметила, что после победы в Туркестане ребята участвовали в конкурсе в Алматы, где также заняли гран-при. «Я очень счастлива тому, что мои ученики смогли завоевать гран-при на республиканском конкурсе. Это большая честь для меня, как их наставника и учителя, поскольку это показатель моего труда. Также хочу отдельно отблагодарить родителей моих учеников, потому что без их поддержки не получилось бы ничего». Родные и близкие дамбристы встретили своих победителей с большой радостью. Дети были в восторге от такого горячего приветствия. «Мы сопровождали своих детей на этой поездке. Я несказанно рада их победам. Хочу поблагодарить руководителя Камар Касымбекову за поддержку и наставление. Желаю больших побед в будущем». «Мы заняли первые места на двух конкурсах. Я очень счастлив. Благодарен своим друзьям, руководителю и родным, которые всегда нас поддерживали. О конкурсе могу сказать одно. Это было незабываемо. Соперники были сильные, но мы все же смогли вырваться вперед». И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Смотрите нас на YouTube. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова